Я хочу вас поздравить с вашим праздником. Я хочу, чтобы вы, как и прежде, дальше смотрели вперед с гордо поднятой головой. С гордо поднятой головой награду за труд получает Анатолий Емлин. Почти полвека он проработал на новотрубном заводе и до сих пор продолжает трудиться уже в Совете ветеранов. На новотрубном заводе около 12 тысяч пенсионеров, ветеранов труда, которые постоянно чувствуют заботу и Совета ветеранов, благотворительного фонда «Забота». Почувствовать заботу городом смогли сегодня пожилые первоуральцы. Специально для них организовали бесплатный концерт. Выступают лучшие местные коллективы, их встречают аплодисментами. Впрочем, фору артистам могут дать и сами зрители. Меня приглашают до управления, я там пою. Застолье угощает нас, хорошо проводим. Все поем, потом танцуем. Днем пожилых людей поздравил первоуральцев депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев. Он прибыл в Первоуральск на несколько дней с рабочим визитом, но даже во время официальной поездки не отказывается от общения с местными жителями. Уважаемые ветераны, люди старшего поколения, я никогда не говорил, что день пожилого человека – это день мудрых людей, седоволосых людей, у которых мы учимся, советуемся. В этот день я хотел бы вам пожелать здоровья, счастья, чтобы ваши дети, внуки вас любили бы, ценили бы и давали бы то тепло, которое вы им давали на протяжении всей своей жизни. Ближайший вам поклон. Всю неделю для пожилых людей организуют праздничные мероприятия. Например, можно было посетить спортивные соревнования. На нескольких площадках собрались любители активного образа жизни, кому уже за 60. В городских организациях при поддержке администрации и Совета ветеранов проводят концерты, а в субботу состоится шахматный турнир. Мария Лебединская, Алексей Вербицкий. Хроника дня. На сцену. На сцену.